МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отмечает автор. Такие банки, как Стендарт Чартер, Голдман Сакс, РБС и Морган Стэнли понизили свои нефтяные прогнозы на 2016 год до всего 10 долларов за баррель. Это самый низкий показатель за более чем 18 лет, говорится в статье. Цитата. Так как свободному падению цены на нефть пока не видно конца, автомобилисты могут ожидать в 2016 году по-настоящему низких цен на топливо, заявил специалист по нефти Саймон Уильямс. Преодоление барьера фунт за литр и бензином, и дизельным топливом определенно стало радостным событием. Однако нас, похоже, ожидает нечто большее, пишет журналист. Вообще-то мы, возможно, доживем до странных времен, когда литр топлива будет стоить дешевле литра бутилированной воды. Определенных марок, продолжает мысль Уильямс. Банк Стендарт Чартер объявил, что падение цен на нефть не прекратится до тех пор, пока фондовые менеджеры нефтяного рынка не признают, что все зашло слишком далеко. Можно ли потолстеть от загрязненного воздуха? В этом на страницах BBC Future разбирался журналист Дэвид Робсон. Мысль о том, что воздух может заставить человека потолстеть, на первый взгляд кажется нелепой. Но есть исследования, результаты которых говорят именно об этом. Различия в составе окружающей атмосферы способны привести к тому, что из двух человек, одинаково питающихся и одинаково занимающихся спортом, в течение нескольких лет один может набрать больше веса, чем другой, и при этом заработать нарушение обмена веществ. Виной этому в основном автомобильные выхлопы и табачный дым. Их крохотные частицы вызывают воспаление и мешают организму нормально расходовать энергию. В краткосрочной перспективе ничего страшного не происходит, но за долгие годы такого воздействия может развиться серьезная болезнь, в дополнение к тем заболеваниям дыхательных путей, которые обычно связывают со смогом. Ученые пока до конца не сошлись во взглядах на то, как именно работает этот механизм, но последние опыты на животных заставляют предположить, что грязный воздух вызывает в организме целую цепь неблагоприятных процессов. В качестве быстрого решения предлагается оснастить больше домов, школ и офисов очистителями воздуха, чтобы отфильтровывать наиболее вредные микрочастицы. И меры эти нужно принимать в глобальном масштабе. Завершает статью издание. Автор финской газеты «Илли» пишет, «В лаборатории ультразвуковых исследований Университета Турку в Хельсинки проводятся уникальные опыты. Впервые в мире для усовершенствования языкового обучения используются данные исследований в области ультразвука и работы человеческого мозга. Цель исследований — найти новые методы для изучения иностранных языков и коррекции речи». Цитата. «Подобных ультразвуковых приборов существует в мире несколько, однако тому, как прибор используется здесь у нас, нет аналогов. Мы можем первыми в мире увидеть, что происходит в ротовой полости человека и как на это реагирует мозг», говорит профессор из Университета Турку Майя Пелтола. Ультразвуковой прибор показывает движение языка и губ. Ученые считают, что эта информация особенно поможет в изучении иностранных языков, а именно, когда собственный язык приходится подстраивать под незнакомые звуки. «Мы хотим выяснить, что происходит в ротовой полости, и рассказать об этом преподавателям и составителям учебников. Они получат полезную информацию для преподавания языков», говорит профессор. Дэвид Боуи боролся с глубоким страхом смерти, чтобы закончить работу над пьесой и альбомом, которые стали его последними произведениями. Об этом рассказал близкий друг и соавтор Боуи, с которого музыкант взял клятву молчать о его раке. Цитата. «Театральное шоу «Лазарь» открылось в Нью-Йорке месяц назад, и угасающий Боуи присутствовал на его премьере. Альбом «Блэк Стар» вышел в свет в 69-й день рождения музыканта за два дня до его смерти», говорится в статье. Продюсер альбома Тони Висконти назвал его прощальным подарком Боуи. Ива Ванхове, режиссер «Лазаря», отметил, что это шоу «Последний завет артиста». Боуи – одна из величайших рок-звезд Великобритании. Его карьера продолжалась более полувека. Полагают, что он был болен раком печени 18 месяцев, пишет О'Нил. Ванхове сказал «Таймс», что дал обещание хранить тайну о смертельной болезни Боуи, и не сказал о ней даже самым близким людям. «Дэвид говорил мне, нам надо интенсивно работать вместе в следующем году, и если я не могу быть на месте, хочу, чтобы ты знал почему», – пояснил Ванхове. По словам Ванховы, последняя песня с нового альбома «I can't give everything away» я не могу выдать все свои секреты. О приватности, которой жаждал Боуи, передает автор. Он говорил, разрешите мне хоть несколько секретов, и тяжелая болезнь стала последним из таковых, – сказал режиссер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова